На этом уроке мы продолжим грамматический разбор Суры «Альфиль» «Слон». Разбирая первый аят, мы остановились на словах «Альфиль» «Альбай» — это харфу «джарин» — предлог родительного падежа, состояние «джар» «Мабдиван» — «Алькасри» с неизменяемым окончанием с «касри» на конце «Асхаб» — это «маджрурум бильбай» — имя, поставленное харфом «ба» в состоянии «джар» в родительном падеже «Ва аламату джарих» — признак состояния «джар» в этом имени «Алькаср тузлахирату аля ахирих» «Явная касра» на его конце «Ва лджару валмаджруру» — предлог «ба» — ставящий имя в состояние «джар» и поставленное имя в состояние «джар» имя «Асхаб» «Святаму т'алликун» — то есть состоят смысловые связки с глаголом «фаала» «Ва асхаб» — «мудафа» — имя «асхаб» является «мудафом» — первым членом изофятного сочетания «Альфилета» — «мудафун илейх» — является вторым членом изофятной связки «Маджрурум бильмудафи» — поставлено «мудафом» в состояние «джар» в родительном падеже «Ва аламу т'джар» — признан к состоянию «джар» в этом имени «Алькасра т'ззахирату аля ахири» — явной касры на его конце «Алам яджал каидахум фи тадлиль» — «разве не сделал он их козни тщетными» «Алам» «Что касается этих двух харфов» — «хамза т'лисифам» — «упросительные частицы хамзы» и «харф алам» «То мы подробно поговорили об этих двух харфах в первом аяте этой суры» «Поэтому перейдем к глаголу яджал» «Яджал это фиалун мударин» — глагол «настоящее будущее времени» «Мачзуман билям» — «поставлено частицам усеченное состояние» — «состояние аль-джазм» «Ва аламу т'джазми» — признак состояния «джазм» в этом глаголе «сукун на ахири» — «сукун на его конце» «То есть удаление огласовки на конце» «То есть удаление огласовки на конце» «А также нет слабых букв на конце» «В первом случае признаком огласовки было бы удаление нун рафа» «нун» — «состояние рафа» «Лям т'дж'али» «Лям ядж'алу» «Лям ядж'аля» «Во втором же случае признаком огласовки было бы удаление слабой буквы «Лям яду'у» «Лям ярми» «Лям яс'а» «Уфа'ил» «Уфа'ил» «То есть действующее лицо этого глагола» — это «дамирун мустатрун фи-хи-джавазан» «Скрытое в нем в допустимой форме местомения» «Тақдилу хо-хуа» «Этим скрытым местомением является местомение хо-хуа» «Которое возвращается к имени Аллах» «А точнее сказать, к имени Раббук» «Кейда» 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 — это «Маф'ул бихи» «Прямое дополнение» «Первое прямое дополнение» «Маф'ул бихи аул» «Глаголу ядж'ал» «Так как ядж'ал требует для себя два прямых дополнения» «Кейда» — это «Первое маф'ул бихи» «Мансубан бил фи-ли» «Поставленым глаголом ядж'ал» «Состояние насб» «Винительный падеж» «Ва алламуты насбе» «Призник падежа насб в этом имени» «Аль-Фатхата Аллахирату аля ахири» «Явная фатха на его конце» «Кейда» — это «Мудаф» «Слово кейда» «Является мудафом» «Первым членом из офетного сочетания» «Ва алхау ахаята» «Мудафу на илейхи» «Дамирин муттасын» «Слетное местоимение» «Мабнию аля дамми» «С неизменяемым окончанием с дамма на конце» «Фи махалли джарин бил мудафи» «На месте падежа алджар» «Пострессу мудафа» «Валь мимус сакуна» «Сукнированный мим на конце» «Это «Алямуты джами алмузакры» «Призник множественного числа мужского рода» «Фи тадлилин» «Фи» — это «Харфу джарин» «Предлог родительного падежа» «Мабнию аля сакуни» «С неизменяемым окончанием сакуном на конце» «Тадлилин» — это «Исмун маджрурум бифи» «Имя поставленное предлогом фи» «В состояние джар» «В родительный падеж» «Ва аламуты джар» «Призник состояния джар» «В этом имени» «Аль касра талзахирату аля ахири» «Явная касра на его конце» «Валь джару вал маджруру» «Харфу джар фи» «И поставленное им состояние джар» «Имя тадлилин» «Всо этому таллиху маль фи'ли» «Состоять смысловая связь с глаголом яджал» «Фи махалли насб на месте падежа насб» «Виниттелю падежа» «Мафуул бихи тханин» «Второе прямое дополнение для глагол яджал» «Валь фи'ли маа фа'лихи» «Глагол яджал» «Со своим фа'лим действующим лицом» «Всо это джумлетун фи'литун» «Глагольное предложение» «Истэйна фиятун» «Возобновляемое новое предложение» «Ла махаллахминал ирраби не имеет места в падеже»